Дорогие друзья, совсем немного осталось до конца 2018 года. Под бой курантов мы всегда желаем друг другу здоровья и радости. Благодарим наших близких за внимание и заботу. Загадываем самые заветные, сокровенные желания. Все мы хотим для себя, своих родных, в первую очередь простого человеческого счастья. Но я уверен, у нас с вами есть еще одна общая большая мечта. Чтобы наша родная Кубань, наш край был сильным, крепким, процветающим. В уходящем году мы хорошо потрудились, сохранили стабильность, добились роста во всех отраслях экономики. Кубань вновь собрала рекордный урожай хлеба и подтвердила статус ведущего аграрного региона страны. Рекордным этот год стал и для наших курортов. Мы приняли почти 17 миллионов отдыхающих. Наш край не даром называют самым гостеприимным регионом России. Мы на самом высоком уровне провели матчи Чемпионата мира по футболу. И это наш общий успех. Это наша общая заслуга. Хочу поблагодарить вас, дорогие земляки, за труд и поддержку. За веру в себя, в наш край, в нашу страну. Мы вместе делим радость побед и поддерживаем друг друга в период испытаний. В этом году мы пережили серьезное наводнение. Хочу сказать спасибо. Огромные слова благодарности всем, кто откликнулся на эту беду. Кто восстанавливал дома, мосты, дороги. Ваше неравнодушие дорогого стоит. В уходящем году мы отметили 75-летие освобождения Кубани от фашистских захватчиков. Стойкость и мужество наших дедов – это пример для всех нас. Друзья, от всей души желаю всем вам крепкого здоровья, мира, благополучия. Пусть в новом году в каждой семье произойдут перемены к лучшему. Пусть дети растут здоровыми и счастливыми. Радуют нас своими достижениями. Успехов вам во всех ваших начинаниях. На благо нашего любимого края и нашей великой страны. С праздником вас, дорогие мои земляки. С новым 2019 годом! Дорогие сочинцы и гости курорта. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Для миллионов россиян это самые любимые, самые долгожданные праздники. В эти наполненные радостью дни мы не только строим планы на будущее, но и вспоминаем о самых ярких моментах года уходящего. В 2018 мы с вами снова подтвердили, что Сочи – это настоящая курортная столица России. Это город-праздник. Это город, способный удивлять и радовать миллионы гостей со всего мира. Но для меня, как для мэра, главным приоритетом в работе остается благополучие самих сочинцев. Весь год мы неустанно трудились для того, чтобы дальше улучшать городскую среду, развивать социальную инфраструктуру, повышать качество жизни наших уважаемых жителей. В уходящем году мы построили новую школу в Совет Кваджи и новый корпус к школе в Веселом. Детские сады в Лао и на Мацесте. Капитально отремонтировали детскую спортивную школу на улице Паярка и обустроили 48 новых спортивных и детских площадок. Открыли новый перинатальный центр, новую поликлинику для жителей микрорайона Светлана, два офиса врачей общей практики в селах Измайловка и Краево-Армянская. Капитально отремонтировали инфекционное отделение городской больницы в Лазаревском. Разбили новые скверы на КСМ, на Бытхе, в Блиново, в Головинке. Более 130 сочинских семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры. Мы и дальше продолжим делать все для того, чтобы наш город оставался в числе лучших в России, а условия жизни наших жителей неизменно улучшались. Сегодня я хочу поблагодарить сочинцев за трудолюбие и оптимизм. Хочу поприветствовать и поздравить гостей курорта, которые встречают Новый год с нами в Сочи. Здоровья вам всем и счастья, мира и благополучия. Пусть в новом 2019 году все ваши мечты исполнятся. С праздником вас, дорогие друзья! Уважаемые сочинцы, дорогие гости курорта, от имени депутатов городского собрания Сочи поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Уходит в истории 2018 год. И по традиции мы собираемся у праздничных столов, в трудовых коллективах, по месту жительства, у семейного очага и делимся хорошими новостями. У каждого своя судьба, у каждого своя перспектива. В одной семье появился ребенок, в другой семье дети вышли в самостоятельную жизнь. Кого-то отметили, наградили на работе, кто-то получил образование, у кого-то улучшилось финансовое положение. Но всех нас объединяет одно – любовь к нашему мирному, светлому, уютному, зеленому, гостеприимному городу Сочи. И нам есть чем гордиться. Город становится комфортнее не только для отдыха, но и для проживания. Строятся новые школы, детские сады, ремонтируются дороги. Даже в самых отдаленных микрорайонах города появляются новые парки и скверы. И основой всему этому служит трудолюбие наших жителей. Поэтому еще раз от имени депутатов городского собрания я хочу поблагодарить всех жителей за их труд во имя нашего города Сочи. Пусть каждый день в 2019 году будет счастливым и наполнен яркими событиями. Желаю каждой семье счастья, мира и добра. С наступающим Новым Годом! С праздником, дорогие! Дорогие сочинцы, дорогие земляки! Вот и наступает самая лучшая в году пора ожидания новогоднего праздника. Хочу поздравить вас с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым. Этот год был для нас непростым, а много ли вообще было простых лет в прошедшее время у России. Но, как говорил кузнец Вакула, в ночь перед Рождеством Бог не выдаст, свинья не съест. Я уверен, что и в будущем, в 2019 году, подложить России свинью никому не удастся. У нас в Сочи прошли в 2018 году игры чемпионата мира по футболу, которые стали демонстрацией наших возможностей. Наш курорт принял огромное количество отдыхающих и ничто не свидетельствует о том, что проблемы города не могут быть решены или решаться в ближайшей перспективе. Я и мои помощники заняты именно этим. Вот только что мы закончили последний в этом году, уже 46-й с момента моего избрания депутатом Государственной Думы в 2016 году, прием населения. Как всегда, люди идут со своими проблемами. Я очень рассчитываю, что мы в 2019 году сможем выполнить все обещанное. Начнется строительство мусороперерабатчивого завода, без которого у города-курорта нет перспективы в следующих периодах. Начнется строительство долгожданной школы на Мамайке. Только что перед Новым годом я встречался по этому поводу с министром просвещения Ольгой Васильевой, которая подчеркнула, что этот объект в марте-апреле наконец-то получит финансирование. Я желаю нам всем, чтобы жизнь в Сочи была еще лучше. Вы знаете, что все за пределами Сочи завидуют сочинцам, считая, что у сочинцев никаких проблем нет. Мы с вами знаем, что это не совсем так. И все же в эти новогодние дни, когда к нам приедут в очередной раз на горнолыжный сезон, на зимние каникулы, отдыхающие, давайте продемонстрируем нашу сочинскую марку. Я желаю всем вам счастья, здоровья и успехов в будущем 2019 году. Мы всегда вместе с вами, хотя депутат от сочинского округа, раз уж вы меня избрали, обязан делить свое время между родным городом Сочи и городом Москвы, где заседает Государственная Дума. Счастья вам, успехов, радости, всего самого хорошего в наступающем 2019 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин